На РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане создадут экспертную группу для помощи властям по развитию региона до 2030 года. Об этом заявил Радий Хабиров на встрече с общественниками. Дискуссия шла о работе с обращениями жителей, поддержке военнослужащих и их семей, а также участие в ключевых социально-политических событиях страны и республики. В связи с этим на встречу предложили включить представителей институтов гражданского общества в составы межведомственных комиссий, рабочих групп, органов исполнительной власти. Радий Хабиров поручил своей администрации проработать эту инициативу. Очень важно, что глава этим тоже беспокоен. Мне импонирует его представление о том, как должно развиваться общество, каким оно должно быть. Соответственно, если у нас сейчас есть такой базис и общий согласие, значит наши планы на Башкортостан 2030, они должны быть скоро, наверное, представлены. Там ведь мы договорились, что все будем обсуждать, потому что вся республика. Мы продолжим заниматься контролем за исполнением указов и поручений президента, выполнением национальных проектов. Это дороги, это здравоохранение, это образование, это патриотизм. Все, что идет на благо нашего общества, на благо республики. В рамках встречи активисты задали вопросы, которые волнуют жители республики, в их числе перспективы сохранения археологического памятника городища Уфа-2 и строительства мечети Арахим в столице. Еще один актуальный вопрос – реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Насколько объективна существующая оценка его состояния и стоит ли его демонтировать для реставрации? Другим темам в Башкортостане подберут земельный участок для размещения комплексов по переработке отходов. Инвестпроект реализуется в рамках концессионных соглашений региона и российского экологического оператора. Эту тему обсудили на встрече руководитель правительства Андрей Назаров и директор РЭО Денис Пуцаев. Сейчас на территории республики реализуются три крупных проекта, которые позволят выполнить показатели указа президента до 2030 года. Документ предусматривает увеличение доли переработки над складированием и захоронением отходов. В Краснокамском районе после завершения работ по согласованию градостроительной документации будет заключен договор аренды на участок под строительство объектов, что позволит выйти на этап проведения государственной экспертизы, определить предельную стоимость и принцип, и принять решение по финансированию. В Дюртюлинском и Уфимском районах по проекту работа идет в аналогичном порядке. Мы еще раз сверили в этом отношении реперные точки, в том числе получили определенные технические решения, связанные с продвижением проектов. Мы находимся в стадии проектирования. В настоящий момент по двум земельным участкам закончено уже изыскание. И в этом плане движемся в рамках той дорожной карты, которая была подписана между публичным правой компанией и правительством республики по поручению курирующего вице-премьера Виктория Валерьевна Абрамченко. Напомню, общая мощность сортировки на новых объектах составит 605 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Планируется, что все три комплекса будут построены до конца 2025 года. Они расположатся в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах. В Ушкортостане уровень бедности в сельской местности составляет почти 16%. Это в семь раз выше, чем в городах, где за чертой бедности проживают чуть больше 2%. При том, что по данным Башстата, от общей численности малоимущего населения республики доля сельчан 80%. Сейчас в регионе реализуется пилотный проект, направленный на достижение до 2030 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза. Ряд экспертов отмечают, что нельзя напрямую сравнивать уровень жизни в городе и на селе, как это делается в официальной статистике. Такое сравнение не учитывает ряд факторов. Например, у селян уровень оплаты труда обычно ниже, чем у горожан. Кроме того, у них зачастую разная иждивенческая нагрузка. Среди объективных факторов бедности сельского населения отдельно можно выделить не многодетность в целом, а детность вообще. Так как рождение ребенка в разы увеличивает риски семьи попасть в категорию бедных домохозяйств. Имеет место и значительная социально-экономическая дифференциация населения различных подрегионов Республики Башкортостан. Наиболее низкий уровень денежных доходов складывается в чисто сельских зонах, где проживает только сельское население. Это северо-восточные и северные зоны. Правительство Республики предлагает усилия по части повышения доли оклада в структуре зарплат работников. Сейчас она составляет от 16 до 37 процентов и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест. В прошлом году их число достигло 518 тысяч. Какие сектора экономики продуцируют доходы для сельского населения? Это прежде всего бюджетный сектор, образование, здравоохранение, социальная сфера. И второе это собственно само сельское хозяйство. И к сожалению в глубоко сельских территориях других отраслей экономики, которые могли бы генерировать доходы населения, к сожалению нет. Поэтому, если мы говорим о бюджетном секторе, то действительно заработные платы несколько ниже, чем средние в экономике. Надо людям дать возможность заработать, дать удочку, которая позволит получать постоянный доход. И это самый лучший с точки зрения концепции подход к регулированию бедности, к преодолению бедности. Отдельное внимание. Власти республики также планируют уделить банкротству физлиц, поскольку жители региона активно пользуются механизмом, начиная с его запуска, то есть с 2015 года. По итогам первого полугодия 2023 года Башкортостан вновь занял пятое место в стране по числу банкротств. Эту тему в Минтруда решили включить в программу семинаров по финансовой грамотности для населения. В Уфе на улице Шофеева благоустроили двор, где жил герой России Максим Серафимов. Молодой человек погиб во время специальной военной операции, спасая своих сослуживцев. Строители заасфальтировали проезды, парковки и тротуары, смонтировали системы освещения, видеонаблюдения, переустроили подземные инженерные коммуникации, установили детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием. В торжественной церемонии принял участие Радзи Хабиров. Глава региона отметил, что для него этот двор имеет особое значение. Мы с отцом как раз договорились, что в честь нашего героя пусть здесь тоже порядок будет. Поэтому это тоже очень важно. А так я уфимцам хотел сказать, мы вместе с ней, нашей командой, у нас задача, чтобы у нас в Уфе не осталось ни одного двора, чтобы где не было где поиграть, где машину поставить, где посидеть. В этом году в программе «Башкирские дворики» участвуют 18 дворовых территорий Уфы. Они охватывают 61 многоквартирный дом. На их благоустройство выделили 375 миллионов рублей. Всего в республике с 2019 по 2022 годы привели в порядок 155 дворов. Работы профинансировали на 1 миллиард 800 миллионов рублей из республиканского и муниципального бюджетов. В Уфе выставят на продажу помещение в торговом центре «Звездный» на улице Академика Королева, 14 начальная. Цена продажи лота 135,5 миллиона рублей. Объект продают за долги компании «Промтор», который принадлежит площади. Лот состоит из нежилого помещения площадью более чем в 2000 квадратных метров на техническом этаже четырехэтажного торгового комплекса. Объект арестован по решению судебного пристава исполнителя в мае 2023 года. Стоимость коммерческой недвижимости в Сипайлово оценили в 113 миллионов рублей, то есть начальная цена лота на 20% выше оценки. Продавцом площадей выступает территориальное управление Росимущества. Заявки от участников аукциона начнут принимать 22 сентября на 26 октября. Назначены торги. Аукцион будет идти на повышение с шагом 1% или чуть больше 1 миллиона рублей. Участники должны будут внести задаток в четверть от начальной цены или почти 34 миллиона рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.